От сказочных замков до захватывающих дух американских горок. Даже один день в Диснее, несомненно, может навсегда изменить чью-то жизнь. Но, к сожалению, порой судьба может сыграть с вами очень злую шутку. С вами, как всегда, канал ТОП ФАКТ, и в этом выпуске мы расскажем о 10 самых смертельных диснеевских аттракционах. Да-да, именно они несут ответственность за гибель невинных людей. Никто не мог и подумать, что даже самое счастливое место на Земле может легко превратить ваши кошмары в реальность. Смотрите этот выпуск до самого конца, и ваше желание когда-нибудь туда поехать просто сменится на кошмарный сон. Ну а перед началом напомню, что вы можете подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые топовые выпуски. Это ваша любимая рубрика ТОП ФАКТС БЛЭК, приятного всем просмотра. Парусное судно Колумбия Именно в один из новогодних дней 98-го года Луан Фидаусон со своей семьей решил посетить аттракцион «Парусник Колумбия». Они просто стояли в очереди, когда большой металлический штырь, оторвавшийся от корабля, попал прямо в череп бедного мужчины. И через два дня после этого инцидента он просто скончался в больнице. Семья жертвы обратилась в суд и получила от парка целых 25 миллионов долларов компенсации. Ну а о какой сумме идет речь, когда теряешь самого любимого родного человека? Рок-н-ролл коустер Перед тем, как отправиться на эту разновидность американских горок, вас всегда предупреждают, чтобы вы проверили состояние своего здоровья. Администрация Диснейленда постоянно всем твердит, что эта поездка очень и очень опасна. В июне 2006 года подросток из Кентуккия решил на этом прокатиться. Но после того, как кабинка остановилась, родители мальчика обнаружили, что он уже давно не дышит. Что касается врачей, так им тоже не удалось его спасти. Оказывается, у мальчика было недиагностированное заболевание сердца, именно поэтому оно не выдержало такого мощного напряжения во время поездки. Так что, если вы хотите сходить покататься, получить адреналин, то сперва сходите в больницу и проверьте, все ли в порядке с вашим здоровьем. Монорельсовый путь Он используется не только для развлечения людей, но и для их транспортировки. Диснеевская монорельсовая дорога стала первой в западном полушарии. И даже такой безобидный, казалось бы, аттракцион стал причиной ужасного инцидента. В 66-м году парень попытался проникнуть на ежегодный праздник для выпускников. Судя по всему, его не пригласили на вечеринку, но он все равно отчаянно намеревался ее посетить. Его даже пытались остановить, но было уже слишком поздно, так как он попал под этот поезд. Пипл Мувер Аттракцион перевозит людей по парку Дисней в штате Калифорния. И, подобно прошлому инциденту, Пипл Мувер тоже стала частью трагедии. В 67-м году подросток каким-то образом споткнулся и упал на рельсы. Вагончик протащил парня целых несколько десятков метров. Подобная ситуация повторилась в 80-м году со старшеклассником, тоже во время праздника выпускников. Представьте, он на ходу пытался перелезть в другой вагон в сверхскоростном туннеле. Думаю, не стоит говорить, что с ним стало, и так должно быть понятно. Урок, который мы должны отсюда излечься, стоит в том, что нужно всего лишь соблюдать правила безопасности и не покидать своего места во время поездки. Безумное происшествие на параде Даже самые веселые диснеевские парады становятся причиной трагедии, которые могут произойти не только с посетителями, но и даже с самими сотрудниками парка. В 2004 году, во время парада с героями Дисней, актер в костюме Плуто упал под гигантскую движущуюся платформу Красавицы и Чудовища. По какой-то причине платформа была остановлена не сразу, но когда сотрудники одумались, человека уже было не спасти. После этого ужасного события, многие актеры отказались участвовать в будущих парадах, так как это могло произойти с любым из них. Интересно, заметили ли посетители отсутствие Плуто? Кстати, с Плуто в Дисней были и другие неприятные ситуации. Например, тут он начинает бегать за ребенком, когда тот кричит со всех, что есть сил. Но спасибо большой женщине, которая смогла его остановить. Замок Золушки Вот еще один милый и безобидный аттракцион, послуживший декорациями для еще одной драмы. В 1977 году четырехлетний мальчик перелез через забор для входа в замок Золушки. Но он никак не ожидал спрыгнуть в огромный ров глубиной почти в два метра. Мальчик утонул, что обернулась судебным иском со стороны его мамы. Много лет спустя суд посчитал, что вина за гибель ребенка лежит не на сотрудниках, а на плечах его матери, которая оставила мальчика без присмотра. Но в конечном счете, мать все-таки получила компенсацию в размере полутора миллионов долларов. Как и в ситуации ранее, деньги никак не заменят родного человека. Остров Тома Сойера Это еще одна печальная история о юных любителях приключений. 18-летний мальчик вместе со своим младшим братом решили остаться на острове Тома Сойера до ночи. Когда они закончили веселиться на пустом острове, мальчики решили добраться до берега в плавь. Река была слишком глубокая и течение быстрым, а младший брат плохим пловцом. Старшему пришлось помогать, из-за чего он утонул на полпути. Но, как ни странно, его младший брат без каких-то особых навыков плавать все-таки смог добраться до берега. Где-то через 10 лет еще один выпускник взял тут надувную лодку, врезался в острый камень и не получил ни единого шанса на спасение. Маттерхорн Самая первая трагедия в истории Диснейленда случилась на аттракционе Маттерхорн. Летом 64-го года 15-летний мальчик прыгнул с самой вершины этого аттракциона. Да, высота была небольшая, но подростка ударил вагончик, идущий просто на сумасшедшей скорости. Мальчик сломал абсолютно все, что только можно было сломать. Это руки, ноги, ребра, череп и через три дня просто скончался в больнице. И по какому-то невероятному стечению обстоятельств, ровно через 20 лет тут произошла вторая безумная смерть. Девушка не пристегнула ремень безопасности и просто вылетела из своего вагончика. На аттракционе она была абсолютно одна, поэтому точную причину определить довольно сложно. Ну а теперь пришло время для самой лучшей фотографии этого выпуска. Тут изображен один из самых безумнейших инцидентов, произошедших недавно в парке Дисней. Железная дорога Большой Громовой Горы Это один из самых известных аттракционов Диснея. Вы сможете его найти в абсолютно всех парках по всей планете. В 2003 году один из поездов сошел с рельс, из-за чего целых 10 посетителей получили очень серьезные травмы, и один пассажир, к сожалению, скончался. После этого ужасного инцидента Дисней все-таки признал, что их аттракционы все-таки нуждаются в регулярном обслуживании. Не знаю, как это все у них там происходит, но в 2011 году целая декоративная конструкция упала на проходящий поезд и ранила аж 5 человек. К большому счастью, тут никто не погиб, но руководство ужесточило правила безопасности. Ну а перед тем, как я покажу вам самый опасный аттракцион Диснейленда, попрошу вас кое о чем. Мы очень стараемся над созданием нашего контента, и будем рады, если каждый, абсолютно каждый из вас поможет команде ТОП ФАКТС в нашей главной цели. Это 1 миллион подписчиков. У вас нажать на кнопку подписки займет там всего лишь пару секунд, но для нас это будет просто огромнейшая поддержка. Ну а теперь мы подходим к самому опасному аттракциону Диснейленда. Космическая гора Я думаю, самое худшее, что может случиться с человеком, это застрять в месте, которое угрожает жизни. Именно это и произошло с женщиной на аттракционе Космическая гора. После поездки на сумасшедших американских горках ей стало плохо, настолько плохо, что она даже не смогла встать со своего места. В то время как одни сотрудники искали помощи, другие даже и понятия не имели об этой всей ситуации и просто отправили женщину на второй круг. Во время второй поездки девушка впала в кому и больше оттуда не возвращалась. Конечно, это привело к судебному разбирательству, но иск был отклонен, так как причиной смерти стала ее болезнь. Какой мы отсюда можем извлечь вывод? Прежде всего необходимо убедиться в том, что вы здоровы перед тем, как туда идти. И, конечно же, всегда соблюдайте правила безопасности, особенно если вы посещаете парки в большие праздники. Потому что именно в эти дни все постоянно выходит из-под контроля. Друзья, пишите в комментарии все, что вы думаете по поводу этого выпуска. И, кстати, любите ли вы покататься на аттракционах? С нетерпением жду ваши ответы в комментариях. Ну и, конечно, если выпуск вам понравился, то по традиции ставьте свои королевские лайки, подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик и больше никогда не пропускайте все самые топовые выпуски на нашем канале. Всем еще раз большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.